Эту всю штуку я уже продумал заранее, когда еще начинал строительство цокольного этажа. Здесь вода бра-бла-бла-бла, и вот, наверное, тогда я хочу вам это показать. Че-то, чем классно? Че-то как-то я какими-то тинейджерскими выражениями говорю. Зимой начнем заниматься этим изобретением. Ну, че, вам интересно? Ситуация простая. Я, наверное, уже в Инстаграме достал всех с вопросом по поводу пылесоса. Это проблема, у меня он сгорел. Так вот, пойдемте, я покажу, что произошло. Когда он работает, он искрит, по-дикому искрит вот здесь в ламелях. Первым делом я проверил щетки, они по 3 сантиметра, они еще очень даже большие. Как мне объяснили, что даже протерка и напайка ламелей не поможет. Где-то есть беда в прогаре вот этой самой обмотки. И перематывать смысла никакого нет. У меня появилась мысль, что из вот этой бочки, которая осталась для пылесоса, я сделаю циклон. Ну, и мы решили, что мы приобретаем новый пылесос. Было три варианта разных моделей. Наверное, не буду говорить, какие это были модели, потому что, ну, реклама, это не совсем правильно. И антиреклама, тем более. В общем, приобрел ту же самую Makita, только послабее. Та была 1200, а эта 1000. Вот, сейчас мы достанем. А почему приобрел? Потому что в втором этаже мы уже заселяемся. Сейчас мы сделали там детскую комнату. Вы видели это в предыдущей серии. Дочери надо пропылесосить. Короче, пришлось вложиться. А, да, и почему я не купил новый мотор? Объясняю. Новый мотор на старую Makita мне бы обошелся в 14 тысяч. Мне так зарядили официалы. Новый пылесос мне обошелся в 11700. Поняли разницу, да? Собственно, поэтому мне и пришлось купить новый пылесос. Но для того, чтобы его не ушатать очень быстро, нужно сделать циклонный фильтр. А циклонный фильтр мне еще не приехал. А пропылесосить надо уже сегодня. Поэтому хорошо, что один из наших зрителей подсказал, как решить этот вопрос. Есть еще водный фильтр. Сейчас мы с вами его сделаем. Ну, а потом мы будем работать по основному сценарию. Штукатурка. И, в общем, что дальше придумаем. Пойдемте. Как удобно, когда ты пчеловод, у тебя всегда есть вот такие куботейнеры. Принцип работы кальяна. Центральная глубокая балка. И одна балка боковая. Наливаем в бочку сантиметров 10 воды. Это будет не доходить до конца. К ней подключается шланг, которым мы сосем пыль. Он будет попадать сюда, проходить через воду, здесь бурлить. А наверху будет стоять небольшой кривой, которую мы будем уже забирать в пылесос. И вода ни в коем случае не выпадет, но пыль осядет в воду. Итак, давайте уже сделаем это наконец. И пойдем пропылесосим у Элины в комнате. Это у нас 0,5 сантиметров. Вот так. Вот так. Можно еще сделать так, пальчик. По кругу. Я муфту распилил на две части. И вот с этой стороны я фиксанул муфтой. И здесь я поставил муфту. Эти муфты держат. А это является как бы герметиком и в то же время держалкой. Вы поняли, да, смысл? Почему боковой? Потому что вода вдруг будет немножко подлетать. Еще будет некий эффект циклона. Вот, а теперь эту штуку мы вставим вот сюда. Также проклеим. С внутренней стороны поставим муфту поджимающую. Я сейчас ее тут обработаю. И все. О, пошла. Вот этот переход, он называется переход с пластика на чугун. И в него вошло так, что я вытащить не могу. Отсюда он сосет сюда. А отсюда уже идет в пылесос. Значит сюда пойдет шланг, который пойдет к пылесосу. Все, прикольно. Надо пометить потом на этих штуках, чтобы мы не перепутали. Хотя пылесос по идее воду сосет без проблем. Он же как бы водный. Скажи, Жень, что неудобно таскать и пылесос по этажам. Все, я несу пылесос за тобой. Первое боевое крещение нового фильтра. Собираем бетонную крошку после перфоратора. Надо сказать, что сила втягивания ничуть не упала. Но в планах все-таки собрать тандем из циклонного и водного фильтра. Идея очень простая. Сегодня у дочери приехала подружка. Они, конечно, нас сейчас не видят. И мы решили сделать так, чтобы им было не страшно спать сегодня. Очень, кстати, классное крепление. Простое. Оно для электрики. Но оно офигеть как подходит для наших целей. Так, слушай, мы, значит, первую сейчас зацепили. И крайнюю. И крайнюю зацепим. Чтобы знать, потому что она 4-метровая. Вот, и чтобы все равномерно вошло, зацепимся вот таким путем. Вот теперь крайняя. Теперь мы зацепляем серединку. Примерно где она у нас? Вот она прям. Допустим, она вот здесь. Прямо над тобой. Не, можно заперфорироваться и весь навешать еще. Можно перфорируем? Кого одну дырку сделать? Давай. Так, сразу скажу. Я не знаю, какие здесь будут итоги. И прососали мы не так много пыли. Поэтому сейчас узнаем, в общем. Но камешки были. Камешки я слышал. Так, держи. Слушай, смотрите. Видали? Вон. Прикинь, там земля. А если в совокупности с циклоном это все сделать, то будет вообще просто бомба. Единственный косяк, который я заметил, мне не понравился. Эта бочка, она немножко всасывает в себя. Ну, то есть она сминается. То есть нужно что-то поплотнее. А так круто, мне понравилось. Так, теперь сразу посмотрю, что в пылесосе. Но сразу скажу, что прежде чем сосать пыль, я помыл этот шланг. И возможно, какая-то вода могла с него в пылесос прилететь. А, вода есть. Но грязи, смотрите, да? Вообще. И камешков нет. И камней нет, да. То есть, ну, фигня вообще. Просто пыльная вода. Да, давай ее сейчас сольем. А фильтр вообще чистый. Теперь циклон поставим еще, и будет просто круто был. Кажется, эта штукатурка не закончится никогда. Ну, надо отдать должное. Я очень рад, что когда-то отказался от гипсокартона на стены. Сегодня это особенно заметно по набору домом определенной температуры. На улице жарит плюс 30, а в доме приятная прохлада. Или на улице мороз, а в доме все еще тепло. Все дело в особых свойствах бетонной стены. Она долго берет в себя тепло, потом так же долго его отдает. Я въехал в огромный пень. Простым. Это дети купаются, поверьте мне. Если слышно, то это дети. Вот эта дверь мешает мне закидать за ней раствор, чтобы мне закончить уже эту хорошую стену. Понимаете? Поэтому я ее сейчас спилю и сделаю ее аналог, но только уже утопленной в стене, которая у нас может стоять до скончания прям всей наших штукатурных процессов. Мне нужно просто утопить его за грань маяка. Вот это, посмотрите, вот маячок, а вот замочные дела, и они не на одной линии. Во всех моих видео, друзья, вы видели у меня на голове офигенские очки ESS-коросбой, которые я купил на китайском сайте. Так вот сегодня у меня была вот так одета кепочка. Я сидел на улице, разговаривал. Причем на эти очки я наступал раньше, и с ними ничего не было, не происходило. Сегодня я сижу так и думаю, надо кепку выхлопать. А они, как всегда, на голове. Я об этом забыл. И как хлобысихов бетон отлетели, короче, от нее дужки. Но суть одна. У меня есть фирменные, настоящие американские ESS Ice. Сейчас я вам покажу. Блин, мне их жалко, капец. Я вот не знаю, посмотрите. Они держат попадание любого осколка скоростью до 3 кДж. Короче, они реально очень крепкие. В рекламе в них даже стреляли из драговика, и в них просто оставались эти мятинки. Ну, проверять мы это не будем. Так, отпиливаю дверь, добиваю вон тот уголок, чтобы он сегодня забухтел. Чтобы он сегодня забутился, а завтра мы уже докидаем вот эту часть. И поставим маяки на дальнейшие работы. И вот, наверное, тогда у меня проснется вот этот ажиотаж стремления дальнейших работ по подвалу. Потому что пока у меня вот как-то что-то я завожусь как-то медленно-медленно. Как-то не знаю почему. Ну, потому что весь этаж впереди. Вот. А когда мы закончим главную вот эту комнату, блин, да, я, наверное, уже прям загорюсь добить до конца все это. Тем более осталось-то вообще мелочи. На видео дверь снимается очень легко и непринужденно. На самом деле мне пришлось изрядно попотеть, отделяя ее от бетонного проема. В каком-то из своих видео я подробно описывал путь вандалов по нашему дому. Точнее, тогда еще это был только цоколь. Стен не было. Да и какие это грабители? Так молодежь неосознанная. Думаю, карма их давно постигла. Вот когда нас воровали, было именно вот так. Вот здесь был прикручен замочек для деревяшки и замочек висел. Раньше в качестве пластификатора я добавлял в штукатурку мыльный раствор. Теперь, благодаря вашим комментариям, я понял, что ошибался. Приобрести пластификатор может быть чуть дороже, но работать с ним намного лучше. Лично я использую бетоноправ. Раствор прилипает лучше и не ползет. Ну и куда же без отвлечения от строительной жизни. Поехали мы на речку, ягоду нашли и все, стоим в поле теперь. Машина заведена, я нервничаю. Любимая собирает ягоду. Женя, я сейчас обратно поеду работать, дом строить нам. Смотрите, сколько земляники этой клубники или кто она называется. Обалдеть вообще просто. Но она еще не такая прям, чтобы сильно красная. Ладно, все, поехали. Женщины. Семья строителей, как может на речку приехать? С экструдированным пенополистиролом. Только так. Сына, серфер, давай, давай, по волнам. Ну, отдохнули, продолжаем. Вот к чему может привести непродуманность действий. По сути, я делаю ту же работу, а ведь можно было сразу утопить решетку в проем. Еще тогда не подумал, зато есть плюсы. Сегодня я укрепляю проем еще надежнее. Если вы спросите меня, а зачем вообще она нужна, отвечу, от добрых людей. Конечно же, больше для собственного успокоения. Разумеется, за ней нет несметных богатств, но какой-то более-менее ценный моему сердцу скарб можно хранить. Я понимаю, что получилось слегка порнографично, но главная задача этой двери не красота. Потому что это временная дверь, скоро я ее уберу, а пока она просто выполняет свою функцию. Друзья, все это похоже на такое затишье перед медовой бурей. Все эти видео вы смотрите, где я постоянно гоняю на пасеку, что-то там делаю, а мед до сих пор нет. Так вот, друзья, до него осталось прям считанные, можно сказать, недели. В середине коня июля попрет мед, ну а пока мы к этому всему подготавливаемся. Вот сейчас мы с сыном навощиниваем рамки, я повезу к пчелам их, поставлю. Ну, надо сделать перерыв в стройке. Так, сейчас будем навощинивать. Что будем? Навощивать. Мы расставили воск, сейчас надо его приплавить. Приплавлять я буду специальным проводом. Все, готово. Не знаю, сведет ли судьба сына с пчеловодством, но пока я вижу у него огромный интерес к этому ремеслу. Обожаю запах свежего, чистейшего воска. Вот и пчелки слетелись помочь мне в работе. Давайте, все, пока. Скоро буду. Все. Давай, пока. А тем временем пасека все ближе и ближе. Солнышко, запах алтайских цветущих лугов манит и притягивает к себе. Казалось бы, ничто не предвещало. Это алтай. Это настоящий алтай. Слышите, дождь. На улице было сейчас чудесно, жарко. Клево. И льет дождь. Приехали на пасеку. Супер. Так, прежде всего хочу сказать большое ура по поводу того, что мы наконец-то запустили наш периметр. Теперь мы не боимся медведа. Да никого мы не... Гром. Медведей мы больше не боимся, потому что эта штука работает. И если я сейчас трону, она меня просто жваркнет. Я не буду ее трогать. Начинаем с первого улика и пойдем все 58 туда, в ту сторону. Да, работать под дождем, конечно, это шикарное мероприятие. Но, коли уж мы приехали, а ехать нам было 150 километров, то надо уж хорошо поработать. А в том уле у нас матки нет. Мы помним, мы их делили. Там, где матка, уже можно все разбивать до конца, подставлять рамочки и кидать в магазинчик. Потому что работают они очень даже хорошо. Отодвигаю и еще даю под работу. Ой, смотрите. Сейчас покажу вам, как они сеют. Это вам понравится. Смотри, ребят. Там все засеяно. Шикарно. Опа. А что это мы снизу оторвали, ребята? Так нельзя. Надо поправить. Не, ну главное, вы же сами видели, когда мы ехали. Было солнечно и круто. Льет, просто льет. Это не проблема. Нет, самое главное, друзья, вот вы не поверите, это 3 часа дня. Сейчас. Я хочу вам это показать. По всем фронтам. В общем, идет дождь, а мы работаем с пчелой. Это очень нехорошо. Но очень нехорошо для пчеловода. Для пчелы-то она, это еще сносно. Главное, что не холодно. Ай, как вкуснятина. Смотрите, сколько пчелки. Прям прелька. Так, ну вот здесь есть матка, здесь просто добавить рамочку надо сейчас. Подставить им магазинчик. Потому что скоро начнется медок. Эти рамки я оставил неделю назад, смотрите. Уже все тянут. А это самое крайнее. Если ближе взять здесь, тут уже прям, вот, смотрите. Тут уже все прям оттянуто, класс. Скоро будет сеять. Так, ну мы подставим, чтобы семье было чем заниматься. Подставлю ей свежечок. Опа! Все отлично. Класс. Каждый год засеивают поля. И каждый год мы прокладываем свою новую трассу по полю. Это прикольный момент. Я должен вам это показать, смотрите. Но это я уже еду обратно, поэтому один мой след уже есть. Не знаю, почему так получается, но проведенные часы на пасеке полностью обнуляют всю строительную усталость. Я свеж и вновь готов к подвигам на своем участке. Не переключайтесь, я сейчас приеду на стройку и покажу вам обалденную штукенцию, о которой я уже писал в инстаграме. Те, кто подписан на наш инстаграм-канал. Кстати, те, кто не подписан, вот тут ссылочка, описание. Проходите в инстаграм, там все спойлеры. Еще до просмотра нового видео вы уже будете знать, о чем там в этой серии, в новой. Мы там тоже общаемся, кстати. По всем фронтам нападают на нас. Везде там льет. Вон там везде льет. Кошмар. Ну, а на Алтае чистенько. Сейчас я вам покажу одну штуку, которую я делаю на будущее. Она будет прям достойна целого видоса. Да, короче, центральный пылесос, сейчас все увидите. Мы уже подъезжаем. Все у тебя образцово-показательное в твоем огороде. Так я сегодня с утра самого пахала. Смотрите, друзья, оцените. Вообще капец, как круто, да? Вот такой, ни одной травинки. Ничего, правда, не растет? Да я уже пожутил, молодец, молодец. Так, пойдемте покажу. У меня вчера Женька уехала на машине и увезла батарейки. А камера села, а я вчера вечером занимался как раз этим вопросом. Вот, за весь день выдолбил вот такую конструкцию. Вы в инстаграме, кто подписан, это все должны были видеть. Это будет центральный пылесос. Вот такая труба находится на каждом этаже. Пылесосить мы будем 7-метровым шлангом, который просто будешь таскать по этажам, куда необходимо. То есть на первый этаж или в подвал. Нужность такой системы, она двоякая. Я уже сам общался с многими ребятами, и кто-то говорит, да это вообще не нужно, проще купить 3 пылесоса на каждый этаж, и проблем не будет. Но, какой плюс? Первое, все сапрофиды и бактерии, они вылетают через глушитель на улицу, они не возвращаются в помещение. Второе, бесшумность. То есть ты включил, у тебя в подвале гудит этот аппарат, но на этаже, можно, говорят, даже при спящем ребенке пылесосить, и звук будет только шорканье об пол. Трубы, вот. Это второй плюс. Третий плюс, какой еще? Не, наверное, дальше одни минусы пошли. Потому что, во-первых, цена, это дорого, но на нашем канале вы узнаете, что построить такую систему своими руками по цене сопоставимо с покупкой простого пылесоса. Поэтому те, кто подписан, ставьте колокольчик, кто не подписан, подписывайтесь. И в ближайшем будущем эту тему мы осветим. Может быть, зимой начнем заниматься этим изобретением. Так, а теперь ближе к мыслям. Скоро здесь будем штукатурить. Ура, ура, ура. Пылесос, по идее, будет висеть вот в этом месте. Здесь для него предусмотрена розетка с отдельным адресом, который будет идти на щиток. Вот. А это пневмотруба, которая будет высасывать всю пыль со всех этажей. Все будет уходить в пылесос и потом выплевываться через вот тот канал. Эту всю штуку я уже продумал заранее, когда еще начинал строительство сопольного этажа. Но понимаете, когда мы приобрели... Короче, ближе к теме. Мы приобрели пылесос. Ага, вы видели его уже на видео, которому я изобретал этот водный фильтр. И я хочу попробовать вообще эффект, как это будет работать. И сейчас мы с вами протестим, посмотрим. Честно сразу скажу, что эффекта я не ожидаю такого мощного, потому что пылесос, который Makita, вот этот мы взяли, у него всего 1000 ватт. Воздухообмен 60 литров в минуту, что-то такое. А сюда будем ставить нормальный вакуумный, грубо говоря, насос. Он будет, конечно же, мощнее, чем то, что сейчас мы протестируем. А, кстати, сегодня пришло сообщение мне на почту, что ко мне пришел циклон. Водный фильтр будет работать в совокупности с циклоном, и все это вместе будет отлично работать на пару. Короче, вот так. Поэтому сейчас я не хочу гробить сильно фильтр, и мы протестируем это все на каких-нибудь, не знаю, там, порлоновых шариках, что-нибудь такое простенькое бросим. И это все в пылесос засосем. Вот здесь у нас первая пневморозетка. Вот она. Бум. Бум. Все. По сути, мы сейчас делаем полный эффект того, что у нас как будто уже центральный пылесос есть. Потому что именно вот так он будет выглядеть, только шланг будет подлиннее. Кстати, а удобно так сказать? Ну, тут 3,5 метра, а у тебя будет 7. Прикинь. Будешь такая вся как анкопулеметчица обмотанная. Да почему там воткнула и понесла его. Ну, говорят, они увеличиваются телескопически. Вот, смотри, просто вот так втыкаем, да? Так, хоп. Типа. А в жизни потом все это будет, ну, тут будет пневморозетка, все. И включаться он будет... А, ну, будет дощелкиваться. Да, и включаться он будет здесь с кнопки. Пылесос я уношу в подвал. Пойдем со мной. Подключим его и сразу заходим. Вот так. Хоп. Что у нас в пылесосе? Чистота. Чистота и уютно. Теперь сюда втыкаем. Ну, сразу говорю, это эксперимент. Потом у нас не будет ни строительный пылесос, потом будет стоять. А здесь будет стоять прикольный, хороший. Все, короче. Мы можем экспериментировать. Даже много. Сидать, прости, но я мусор. А вас не бесит вдруг? Не думал, что буду так радоваться от проверки этой новой опции нашего дома. Ну, что вам интересно? Теперь я должен все это включить. В жизни это потом все будет по-другому. Но пока мы сэкспериментируем. Пневморозетка первого этажа. Это, кстати. Часы специально для того, чтобы считать, сколько этажей я прохожу за день. Очень удобно. А теперь идем туда смотреть. Опять идем, идем опять смотреть. Оп, оп. А скажи прикольно, что ты ничего не слышишь, да? Как белый человек. Вообще не слышно пылесоса, а слышно только труба. Ну, подожди, тихо, не сноси. Но мы слышим звук. Стой сюда. Мы слышим звук ветра. Прикольно, у тебя гореть. Блин, ну не знаю, друзья. Мне кажется, пылесос это будет. Лон, песок сейчас, да, идет? Да. Давай не будем пока пылесос убивать. Я тебе говорю, мне пришел циклон, я его завтра принесу и сделаю нормальный циклонный фильтр. Где выключашка? Где кнопка выключения? А, сейчас выдергивать надо, я пошел выключать. Ух, третий раз на дню. А шум будет здесь, в этой комнате. Зачем я ору? Проверяем, все ли ушло туда, куда надо. Смотри. Все там. Все здесь, еще и песок. Вот тоже, то есть. Прикольно. Мы даже можем просто его пока использовать, и это все будет работать. Да. Круто. Только бегу включать. Блин, фильтр. Подожди, а вот это вот что такое? А это я вчера с водой мыл. А-а-а. Фильтр все равно загадывается, это нехорошо. Я очень рад был с вами поделиться своим видеодневником. Надеюсь, кому-то, может быть, пригодится информация по пасеке, тема про центральный пылесос. И я бы очень хотел от вас услышать ваше мнение по этому поводу. До скорых встреч. Речь даже не могу спойлерить на будущее, потому что штукатурка занимает всю мою жизнь. Но стараюсь какими-то моментами разнообразить наш сериал. Но прошу прощения, пока у нас основная тематика вот такая. Дальше, когда мы выйдем на улицу, начнется отмостка, начнутся отопление и все остальное. Но, честно, когда, даже не знаю. Ну, наверное, когда же про штукатурю полностью подвал. Да, кстати, мысль такая, знаете, что, про овощехранилище. И вообще, есть ли смысл его штукатурить? Может быть, сделать что-нибудь под типу бодеги, вот таких, знаете, испанских винодельных мест. Может быть, взять просто искусственный камень и обложить стены им. И тогда штукатурка вообще, в принципе, изначально не нужна. Хотя, наверное, кафель будет практичнее. Да, его и мыть можно. И увидимся в следующую среду. Пока. Пока. Не нужно.